утро время есть мой гигантский гранат огромнейший красивейший гранат сейчас еще нужно задаться целью чтобы его почистить правильно я знаю что есть чистки для гранатов но я не покупаю ее потому что не люблю захламляться потому что гранаты мы едим какое-то время в году а потом мы перестаем их есть поскольку сейчас зима в турции самое время гранатов и цитрусовых в нашем регионе по крайней мере так говорят что нужно разрезать гранат так вот звездочкой и раскрыть его как цветок сейчас я попробую это сделать вот такая вот звезда у меня получилась гранат не ярко красный розовый но очень сочный и сладкий есть разные сорта у граната есть по кисле есть послаще есть розовый есть красный по моему то не отличаются по вкусу этот потрясающе сочный сейчас разбираю свой гардероб но не совсем гардероб убираю домашние летние вещи шкаф а зимние достаю у меня все хранится перед кроватью вот в таком ящике модным и часть вещей хранится у меня еще в так что вместо пояс валяется часть вещей мне хранится вот в такой вот крутой корзинке с алиэкспресс я в принципе вам ее уже показывала при том что это мои вещи а это вещи мужа и знаете вам хочу сказать что эта корзинка очень вместительная она может быть даже идет наравне вот с этим вот ящиком так и вот такая у меня есть штука языке очень удобная потому что хранить вещи негде у меня как бы есть шкаф гардеробный нет поэтому приходится все затаскивать под кровать вот так вот все это непотребно выглядит у меня приходится одно доставать другое убирать и так и живем в круговороте вещей дорогие я не знаю кто не любит зиму у кого депрессия зимой и осенью ну хотя я наверное не благодарна у меня зима и осень очень солнечные несмотря на то что холодные то сегодня прям такое ощущение что морозное утро морозные вот куда вот именно утро весь день знаете вот это бывает только в россии ну в россии в наших странах потому что несмотря на то что сейчас 20 градусов у нас и ночью всего лишь 10 градусов все равно вот в воздухе запах именно вот этого морозного морозного российского утра с родины и что хочу вам показать вот такой вот халат какой же он классный боже мой это ивановский текстиль ивановский трикотаж он стопроцентный из хлопка он очень теплый и он очень красивый и я вообще тащусь от ивановского трикотаж я постоянно вам про него рассказываю вот достала халат буду в нем кайфовать и мои носки смотрите какие красивые носки даже целые гольфы тоже достаю их каждую зиму я их покупала в переходе у какой-то бабушки у нас бабушки периодически подают вот такие вот носки за недорого совсем это какая-то фабрика тоже российская они вот продают единственное что они закатываются ведь у меня уже стали они закатываться они тончают со временем и на них образовывают стырки их приходится выбрасывать но что делать к сожалению шерсть она вот такая вот буду сейчас обедать вчера сварила просто кость баранью и добавила туда морковки картошки и лука все вот такой у меня бульон достаточно жирный но это полезно вот эти вот кости они достаточно полезны поэтому буду сейчас есть честно говоря положила очень много перцев потому что муж не будет есть без перца такой суп тем более он по такой более наш более русский нежели турецкий а вот с перцем он прекрасно есть такие супы буду есть свой бульон с вот этими вот галетками форм мои любимые неизменные галетки моя любимая неизменная тарелка с мухой естественно я иду к компьютеру вышло новое видео моего любимого блогера мисс вики и я так люблю эту девушку знаете она такая спокойная такая позитивная в рекламе она не нуждается у нее там уже миллиард подписчиков не миллиард чуть поменьше конечно пусть будет миллиард все мне приятного аппетита я пошла комп после обеда я всегда выпиваю чашечку кофе у меня здесь кипит мой чайник как я люблю этот чайник с подсветкой просто обожаю если этот сломается обязательно куплю себе именно такой я ложечку кофе буквально завариваю добавляю молока прям сразу добавляю не жду когда заварится ой как все запотело не жду когда заварится она мне так неплохо заваривать здесь у меня голова от моей любимой чашки которая мне с ньюшик пришла такая классная чашка так удобно заваривать чай в ней и здесь кстати мой напиток лимон и имбирь что он хочу сказать про сушеный имбирь знаете сушеный имбирь не такой острый как свежий или мне такой попался какой-то неправильно первый раз покупаю сушеный имбирь ну есть такой небольшой запах имбиря но это остроты нету к сожалению которая мне была нужна чтобы греть горло и мое молоко и да с кофе я обычно позволяю себе какую-нибудь конфетку в данном случае я позволяю себе чернослив в шоколаде все это чернослив сухофрукты это качественные конфеты я привожу их из россии у меня еще есть что мне еще есть по моему инжир в шоколаде тоже очень полезная сладость но не очень прям полезная но полезная сладость и все на этом сладости мои заканчиваются на сегодня собираюсь на прогулку собралась точнее уже как вам мой цвет волос по моему все равно темнее чем в реальной жизни на волосы блестят вся проблема в том что корни у меня получились чуть светлее чем концы нужно было обесцвечивать волосы и корни накопили очень много пигмента я уже кстати в порядке сейчас просто немного покашливаю и сопливлю а так все прекрасно спасибо вам большое за пожелание здоровья мне до пожелания за советы точнее чем можно лечиться я некоторым советам следую некоторым не следую потому что знаете я считаю что болезнь иногда проходит просто со временем в течение 7 дней но в то же время важно иногда не упустить и не сделать так чтобы она переросла переросла в бактериальную инфекцию чтобы вирусная инфекция не перерастала бактериальную я сейчас хочу выйти на улицу прогуляться кое-что купить по хозяйству и сдать некоторые свои вещи в контейнер я все-таки стараюсь освобождаться от старых вещей некоторые в очень хорошем виде которые просто морально себя изжили некоторые не в очень хорошем виде но я все но не выбрасываю вдруг они пойдут на переработку и помогут кому-то или смогут стать снова какой-то хорошей одеждой вдруг вот так вот получится в чем я сейчас хожу пуховичке показывала вам вот такой пуховичок толстовка из h&m такая женственная романтичная насколько может быть толстовка романтичной и я вам скажу что мне абсолютно не жарко потому что наступил прямо нас такой морозец я об этом уже вам говорила но это классная погода прям мороз и солнце день чудесный я иногда скучаю по нашей зиме но уже гораздо меньше знаете волны вот это вот ностальгии у меня ко мне стали приходить гораздо реже я несказанно этому рада я вот наслаждаюсь тем что сейчас имею и несказанно этому счастлива и так беру я свой пакет и выхожу по поводу кстати скидки в h&m хотела сказать что я решила туда не сдавать вещи потому что 10 лир это вообще смешные деньги и этого не стоит наверное а вот и мой контейнер навалили здесь мусора мусорка рядом вот ненавижу эти мусорки потому что они ужасно вонючие видите такая подземная мусорка но она какая-то перегруженная так я уже закинула свои покупки домой и снова вышла на улицу решила чуть прогуляться размять кости заняться спортивной ходьбой наконец-таки и я хочу сказать что на улице гораздо теплее чем дома то есть как бы почему-то совершенно не прогревается квартира то ли это особенность турецкого строительства то ли еще какая-то проблема я не знаю но это хорошо для лета но хотя когда плюс 40 она все равно прогреется как следует так здесь какая-то мусорка сейчас я выключу потом красивого котика лежит греется на машине урчит по моему даже ты урчиешь да не убегай не буду я тебя обижать вот я считаю что правильно что кошки уличные убегают и не доверяют людям потому что люди разные не нужно уличных кошек приучать к рукам все ухожу ухожу это очень красивые десятка колокольчики запаха вроде бы нет нюхать не хочу говорят что цветы нюхать вредно потому что можно отравиться они могут быть ядовитыми вот рядом лимоны или на лимоны по моему я сейчас нахожусь в поиске такой штуки который наклеивается на телефон на чехол и служит держателем у меня сейчас колечко есть на этом чехле на другом чехле у меня ничего нет я хочу другим чехлом пользоваться он более красивый более такой плотный и вот сейчас наверное если встречу по дороге какой нибудь какой-нибудь магазинчик с чехлами с аксессуарами с аксессуарами то то куплю почему-то ничего как название попадается написано чехлы но чехлов здесь нет опять наша бесконечная распродажа я кстати обратила внимание что вот на нулевом этаже вот этого здания исключительно оптика я не знаю в чем смысл конкурентные магазины строить рядом но я часто замечаю что турки так делают могут построить какие-нибудь совершенно однотипные заведения прям рядом друг с другом решилась моя прогулка сделала я 3000 шагов мне кстати не всегда включается этот браслет я сделала режим чтобы он включался от поднятия руки иногда включается иногда нет но это в принципе не проблема может быть я дергаю рукой как-то не так сейчас иду по улице в очках время кстати уже сколько у нас 1706 солнышко заходит я вообще всегда надеваю очки потому что я без очков то я в очках то щурюсь а без очков еще хуже в общем я стараюсь бречь свои глаза у меня есть две или три четыре может даже пара очков вот одни из них хорошие реально из оптики вот эти вот не из оптики но они как бы тоже были не дешевые но я полагаю что они конечно такие простенькие без каких-то там фильтров но они у меня по факту самые удобные и мне их не жалко бросить в сумку без чехла безо всего а вот те которые дорогие и фирменные миу-миу у меня есть которые купила себе за бешеные деньги мне жалко носить и мне страшно что с ними что-то случится и постоянно я их оставляю в ящике берегу как та женщина из той легенды которая имела одно выходное платье и ждала случая когда на его наконец наденет и в итоге умерла так и я с этими очками в итоге ношу вот эти вот но они мне по форме больше всего нравится и мне кажется что они вытягивают мое квадратное лицо и редко что садится прям как влитое на меня не знаю мне такая проблема с очками а вот те прям не знаю постоянно мне мне их жалко я думаю что я их либо потеряю либо сломаю либо еще что-то у меня случится в общем уставшие довольная я вернулась домой сейчас наверное через полтора часа придет мой любимый и мы поедем к нашей турецкой маме делать мангал пока буду раздеваться и пока чуть-чуть отдохну вот даже после трех тысяч шагов почему-то безумно устаешь я поняла что я даже не могу переодеться у меня нет сил хочу чуть отдохнуть потом переоденусь знаете сейчас зашла в магазин и поняла но я поняла не сейчас я поняла это и увидела уже давно когда приехала из москвы я уезжала были одни цены а вернулась были совершенно другие цены и и эта катастрофа я осознала наверно только сейчас в каком плачевном состоянии находится экономика страны благодаря вот выросшему курсу доллара до относительно рубля конечно лира просела и русским туристам выгодно сейчас летать в турцию может быть хотя бы благодаря туризму турция чуть поднимется да пусть поток будет чуть побольше благодаря вот этим вот хоть и наконец-то сменила подвеску надела свой крестик отступление темы может благодаря туризму как-то хоть и турция воспрянет но люди которые понимают получают минимальную заработную плату минимальная тапом 1600 сейчас 1650 аскери и джирет она называется то есть меньше этой зарплаты никто не имеет права вам платить если вы устроены официально в турции в принципе на эти деньги можно так и затянув все пояса можно жить в принципе если у вас свое жилье покупая там на базаре овощи фрукты в принципе можно прожить я так считаю без излишеств не покупая себе там каких-то шмоток дорогих в магазинах закупаясь там опять-таки маленьких дешевых лавочках на распродажах но конечно если бы люди получали зарплату в долларах их бы это не коснулось но зарплата к сожалению всех в лирах и это катастрофа полтора раза примерно выросли цены и зарплата остались прежними но даже если зарплата индексируется насколько они индексируются я думаю что не на размер инфляции явно в общем да грустно все это